Теперь уже точно никаких незваных гостей. На подъездах некоторых домов в московском микрорайоне по соседству с привычными домофонными панелями появились еще одни с видеонаблюдением. Это так называемые умные домофоны. В большинстве крупных городов они давно в активном использовании. В Иванове новую услугу в тестовом режиме предоставляет компания Интеркомтел. Умный домофон представляет в себя дополнительный блок. Он устанавливается рядом с классическим координатным домофоном. Схема работы Метаком не меняется. Старые трубки работают, как и ранее. Дополнительный блок спроектирован по принципу «не навреди». И если его отключить от электропитания, старый домофон работает через него по режиму «вайпас». Соответственно, все, кто пользовались обычным домофоном, для них ничего не меняется. Чтобы новые функции были доступны, жителям достаточно иметь мобильный телефон и доступ в интернет. В квартирах жителей старые трубки работают, как и ранее. Плюс появляется возможность установить на мобильный телефон и приложение. И с помощью этого приложения управлять видеодомофоном, смотреть картинку с видеоглазка и принимать вызовы, когда у вас нет дома. Либо вы просто не подходите к трубке классической и прямо с дивана открываете, смотрите вот этот видеоглазок, смотрите, кто там пришел и открываете ему дверь, если нужно. Пока камеры смонтированы только на подъездах, будут еще обзорные на фасадах домов. Вся информация интегрируется в единую систему. Видеопоток с умного домофона можно подключить к облачному видеонаблюдению и хранить архив столько, сколько потребуется собственникам помещений. Как правило, это от 7 до 30 дней. Запись ведется со звуком. Возможность видеть, кто звонит в его дом, для Сергея Цветкова бесценна. Молодой человек плохо слышит. Умный домофон очень удобен для людей, которые не слышат. Мы слышим глазами. Это умный домофон, это еще один маленький барьер, который мы смогли преодолеть. Если будет как можно больше таких приспособлений, жизнь глухих будет лучше. Мы не будем чувствовать свою особенность благодаря этим установкам. Умный домофон позволит одним преодолеть барьеры, другим в режиме реального времени видеть, когда ребенок пришел домой, кому он открыл дверь или с кем гуляет на площадке во дворе. Автовладельцы через приложение смогут присматривать за своей машиной. На панели есть кнопка вызова 112 и управляющей компанией. Это для экстренных случаев, требующих срочного вмешательства. Коммунальщики надеются, что камеры дисциплинируют посетителей придомовых территорий. Во-первых, это будет информация у нас на диспетчерском пульте. Будет мониторинг производиться у каждого непосредственно подъезда. Я думаю, дисциплинирует, как и жителей, и вандалов, которые проникают в подъезды. При видеоглазка уже под сомнение как-то берет и уже не пойдут на нехорошие поступки. В службу 112 видеоизображение сумных домофонов пока не поступает, но в перспективе будет. Сейчас только аудиовызовы. Если опасность настигла у подъезда и времени на телефонный набор попросту нет, кнопка на домофоне может стать в прямом смысле спасением. Система 112 Ивановской области находится сейчас в опытной эксплуатации. И как один эксперимент у нас подключены умные домофоны, с которых можно напрямую сделать вызов, минуя телефонный номер 112. Значит, удобно в чем? Противоправные действия могут везде совершаться, в том числе и в подъездах. Нажатием этой кнопки человек попадает сюда, мы определяем точный адрес до подъезда, где это произошло. И возможность человека передать голосовое сообщение, что с ним случилось. И оператор принимает адекватные решения. Для единой дежурной диспетчерской службы видеонаблюдение во дворах это тоже своего рода инструмент, который позволит специалистам службы увидеть и оценить ситуацию воочию, со слов очевидцев. Да, несомненно, эта информация полезна для единой дежурной диспетчерской службы, потому что в соответствии с государственным стандартом ИДДС, ИДДС должна осуществлять оценку полученной информации, только необходимо отметить, уже при происшествии или каком-то червячайном ситуации. То есть, ну, грубо говоря, мы получили какую-то информацию о прорыве стояка водопровода в каком-то из подъезда в одном из многоквартирных домов города Иваново. Зная о том, что у нас имеется уже камера видеонаблюдения в данном подъезде, мы смотрим эту камеру, оцениваем обстановку и уже здесь принимаем решение, необходимо ли здесь присутствие управляющей компании, необходимо ли отключение здесь какой-то системы водоснабжения, то есть, какие службы необходимо в данном случае подключить. То есть, в данном случае ИДДС города Иваново не подменяет функции полиции, функции пожарных, и камера, это такое устройство, она неактивная, она не выдает сигнал о срабатывании или о каком-то происшествии, или какой-то чрезвычайной ситуации. Еще раз повторю, мы получаем информацию о происшествии по телефону или каким-то другим доступным способом, но не от камеры. И, соответственно, это дополнительный инструмент для проверки информации о происшествии или чрезвычайном ситуации. В Иванове пока модернизированы 10 домофонных панелей. Новую услугу могут пользоваться жители 500 квартир. Но нет сомнений, что количество поклонников данной опции будет расти. И дело не столько в удобстве, сколько в исключительной возможности сделать жизнь каждой семьи спокойней и безопасней. Елена Белова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.